Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Лариса Шлафаст. Все самые интересные новости за прошедшую неделю в нашем выпуске. Пожар в Самаре на улице лейтенанта Шмидта уничтожил два частных дома. Чтобы потушить пламя, сотрудникам МЧС потребовалось полтора часа. Есть пострадавшие. Алина Чемерис одной из первых оказалась на месте ЧП. Пожар начался примерно в половине пятого вечера. Горят два частных дома, сарай и баня. Пожарные работают в крайне сложных условиях. Воду приходится специально подвозить. Здесь, безводный район. Сейчас здесь находятся 12 пожарных расчетов, 70 человек личного состава. Локализовать огонь удалось почти через час. Пока сотрудники МЧС тушили пламя, взорвался газовый баллон. По предварительной версии, сначала загорелся один частный дом, затем пламя перекинулось на другой. В результате без жилья остались две семьи. Жертв нет. Людей спасло то, что когда начался пожар, они были на работе. Дома находилась лишь дочь Владимира Шевченко, Оксана, беременная. Женщина, рассказывает ее отец, чудом успела выбежать, но все же получила ожоги. И то она вон-то обожглась, успела выскочить. Полыхнула сразу, говорит, прямо оттуда. Ветром подтащила и все. И нахрен. И вот только успели вон за ворота выскочить. Сгорело все. Имущество, документы, деньги. Как все начиналось, видела соседка Людмила Мерешко. Она и вызвала пожарных. Вот с той стороны сразу заполыхало. Ну, строение, видимо, такое уже старое, деревянное. Мгновенно. Мы увидели, сразу позвонили к пожарникам. Сначала видела грохот, потом огромное пламя. Как люди остались без жилья. Я их, естественно, чем смогу, тем помогу. На улице лейтенанта Шмидта и на соседней профсоюзной сплошь частный сектор. Немного поодаль, стройка. Возводят многоэтажку. По словам жителей, дома здесь полыхают не впервые. Люди считают пожары не случайны. Я сама на парковой бочке. Вот мой третий дом. Вот. Я не застрахована от поджога такого же, как подожгли вот эти дома. Их подожгли. Это явно 100%. Тут стоял один дом. Сгорел. Сгорела пожилая женщина, старушка. Потом сгорел второй дом. Там сгорел мужчина. Теперь сгорел третий. Теперь третий дом сгорел. И четвертый. Все по одной линии. Понимаете? Это же не может быть случайностью. Владельцы сгоревших домов намерены заново строиться. Хотят остаться жить на своей земле. Причины возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Банду из 48 черных риэлторов судят в Самаре. Незаконным путем они присваивали квартиры в течение четырех лет. Жертвами обычно становились пенсионеры и люди, которые вели асоциальный образ жизни. Преступное сообщество состояло из нескольких групп. Следствие по этому громкому делу длилось более двух лет. Что грозит обвиняемым, знает Валерия Макарова. Заседание по делу черных риэлторов должно было начаться в 9 часов утра. Но для того, чтобы собраться всем участникам процесса, потребовалось два часа. Дело беспрецедентное. Только обвиняемых 48 человек. Плюс 50 адвокатов и 39 потерпевших. В здании суда просто не нашлось такого зала, чтобы вместить всех участников. Поэтому заседание перенесли в культурный центр МВД. Ущерб от действий преступной группы оценивают более чем в 90 миллионов рублей. Он связан с жилищными махинациями. Дело обещает быть громким и долгим. Помещение с решетками – необычная декорация для концертного зала. На скамье подсудимых – те, кого подозревают в мошенничестве, подделке документов и участии в организованном преступном сообществе. Более 40 человек – это уже большое количество. Также надо понимать и тяжесть совершенного преступления. Дело расследовалось более двух лет. Поэтому, да, дело очень масштабное. В связи с этим была создана группа гособвинителей. По версии обвинения преступная схема работала 4 года. Почтальоны и соцработники искали одиноких пенсионеров и алкоголиков. К ним сначала втирались в доверие, а после вывозили подальше в область. В это время риэлторы оформляли жилье на себя. Проворачивать сделки без участия собственников им помогали сотрудники рекпалаты. Незаконно полученные квартиры после перепродавали. Они продали мою двухкомнатную квартиру, купили мне однокомнатную. Однокомнатная оказалась наследником. Все это в конечном итоге всплыло. Гражданские суды, естественно, на стороне этого наследника. А мы оставили без всего. У меня была похищена квартира в Самаре. И на эти деньги куплен бомжатник, принадлежащий Тюменцевым в Нефтегорском районе, в селе Утюжков, в который возили таких же жертв, опаивали, забирая квартиры в Самаре. По материалам дела, черные риэлторы завладели тремя десятками квартир законным хозяевам. Пока вернули только половину из них. Преступный бизнес, по версии следствия, организовали известные в Самаре риэлторы Ирина Тюменцева и Оксана Пименова. Мы настаиваем на том, что вина Тюменцевой не доказана. Мы будем настаивать на постановление оправдательного приговора, безусловно. По делу допущены многочисленные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального закона. Мы полагаем, что в данной ситуации приговор в принципе не может быть постановлен. По прогнозам обвинения, рассмотрение этого дела продлится не меньше девяти месяцев. В зависимости от роли каждого в преступной группе, подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы и крупные штрафы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Качество под контролем. В Самаре работает дорожная лаборатория. Специалисты вырезают небольшие образцы свежеуложенного асфальта, исследуют его вдоль и поперек. Потом делают заключение о качестве всей отремонтированной дороги. Подробности в репортаже Марины Матвейшиной. Делать дыры в свежеуложенном асфальте их прямая обязанность. Работники дорожной лаборатории не щадят ни тротуара, ни проезжую часть. Специальная машина в случайном месте аккуратно вырезает из покрытия на всю толщину небольшой кусок. На языке дорожников керн. Это образец уложенного покрытия. Керн отправляют в лабораторию для тщательного исследования. И здесь с ними уже не церемонятся. Керны разрезают на такие симпатичные кусочки, несмотря на свой размер, довольно увесистые. Нумеруют, чтобы не перепутать, а затем испытывают в различных условиях и сравнивают с эталоном. Эталоны изготавливают здесь же, в лаборатории. Привезенные образцы замораживают, исследуют на прочность и количество воды в составе. Чем ее меньше, тем долговечнее покрытие. Обязательно смотрят, сколько битума использовали при работе. У нас есть установка, которая отделяет битум от минеральной части. Как только отделили, то есть там все испытания длится в районе полутора часов. Получаем просто зерновый состав. И дальше уже сравним непосредственно с требованием нормативных документов. Такие пробы берут на всех этапах дорожных работ. Как показатель выполнения работы, так и ее качество. Работа подрядчиков улучшается. Они понимают, что их всегда проверят. И нет возможности у них сделать что-то по принципу «и так пойдет». Там, где возникают моменты каких-то несоответствий требованиям проекта либо ГОСТа, подрядчикам производится за свой счет устранение этих выявленных нарушений. Отверстия в асфальте остаются на совести подрядчиков. Именно они обязаны заделать их до следующей приемки работ. Причем тем же самым составом, а не засыпать, к примеру, песком. Размер и форма отверстий такая, что не мешает движению автомобилей. Ну а совсем другое дело на тротуарах. Здесь отверстия должны быть заделаны как можно быстрее. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Болгарским розам на улице Старозагора вернут цвет. Главное украшение бульвара – мозаику из цветной плитки – восстановят. Беседкам, на которых выложены цветы, необходимо вернуть недостающие элементы. А вот рисунок на фонтане придется делать заново. Подробности в репортаже Марины Кравцовой. Работы в самом разгаре. Сейчас по бортам и контуру чаши укладывают гранит. Центр не трогают. Именно здесь и будет располагаться мозаика. Осколки старой пришлось убрать. Восстановлению она не подлежала. Долгие годы она была погребена под слоем бетона. Дело в том, что изначально чаши фонтанов были сделаны негерметичными. И несколько десятилетий назад, во время ремонта, не нашли ничего лучшее, как проложить слой гидроизоляции и залить все бетоном. Клад обнаружили, когда приступили к реконструкции фонтана. Вскрыли бетон и наткнулись на цветную плитку. Но разглядеть узор уже было невозможно. Там было несколько слоев уже другого состава. То есть цемент, бетон, гидроизоляция. И рисунков практически таких видно не было. Мозаику решено восстановить, а точнее сделать новую. Помочь с эскизами готов заслуженный художник России Рудольф Баранов. Автор рисунком, по которым в конце 70-х делали все мозаики на Старозагоре. Беседки с розами и фонтаны были дополнением к главному огромному панно на стене дома. По первоначальной задумке на рисунке русский парень держал за руку болгарскую девушку. Вдохновением для композиции стал рисунок на сумке, который художнику подарили во время поездки во Францию. Всего было семь эскизов. Особенность финального – болгарина. Автор рисовал с Георгия Димитрова, а русского – с Юрия Гагарина. Мозаичную картину создавали по особой технологии. Поэтому и сегодня она почти не изменила вид. Мы набирали сначала прямым набором, а потом мы закладывали в эти блоки панель. Это же из панелей состоит, девятиэтажка. И каждая панель на полдня или больше уходила в печку и запаривалась там. Поэтому она держится. А вот пострадавшие от времени беседки с изображением болгарских роз будут восстанавливать. Сделали дефектную ведомость. Считали, сколько мозаики утеряно. И сделали предварительную смету. Это то, что касается вот этих вот беседок. На доме мозаика в приличном состоянии. Там, я думаю, не требуется никаких дополнительных вложений. Новый фонтан будут делать самарские мастера. Постараются в точности передать утерянный рисунок. И он должен сохраниться гораздо дольше. Меняют не только внешний облик фонтанов, но и механизмы. Дырявые трубы поменяли на металлопластиковые. К осени улица Старозагора приобретет совершенно иной вид. Кроме главных украшений здесь появятся дорожки, выложенные плиткой. Новые фонари, схамейки, газоны и цветы. Марина Кравцова, Василий Колдашов. Каждую неделю до 60 домов. Таков урон от рук вандалов в историческом центре Самары. Выводить едкую краску после таких художественных акций приходится коммунальщикам и предпринимателям. Будничную кропотливую работу увидела Валерия Макарова. Вот такие надписи – настоящая головная боль любого предпринимателя. В этом кафе следы вандалов оттирает уже третий раз за лето. На это, даже с помощью специальных растворителей, уходит не меньше четырех часов. Обидно то, признается управляющая рестораном, что труд этот часто напрасный. И через 2-3 недели все повторяется вновь. Сдача усложнится, если краска попадет на фасад исторического здания, каких немало в Самарском районе. Кроме того, что стереть эту краску, нужно подобрать специальный цвет. Если это сложные какие-то загрязнения, то придется нанять бригаду и согласовывать свои действия. Слава Богу, в этом сезоне нам красили только рост в камне. Наверное, повезло. Такое, казалось бы, мелкое хулиганство оборачивается немалыми затратами и для коммунальщиков. Раз в неделю им приходится выделять день на то, чтобы устранить граффити. Красят и на втором, и на третьем этажах. И приходится заказывать механическую руку, чтобы туда достать людей, чтобы покрасить. Поэтому достаточные средства уходят, и достаточно уходит человеческого труда. Самарский район – это исторический центр города. Сейчас здесь активно идет восстановление старинных фасадов. Чистая стена, как магнит для вандалов с баллончиками. За один только обход коммунальщики убирают надписи как минимум с 60 домов. Выявлять их часто помогают сами горожане. Обращения поступают как на твиттер, так и в общественную приемную нашего района. И сотрудники потребительского рынка делают ежедневный объезд района. Надписи на фасадах, не несущие никакой художественной ценности, своим авторам могут еще и аукнуться. За такой вандализм предусмотрен штраф до 8 тысяч рублей. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Конкурс ко дню рождения в Самарском районе подводит итоги творческой акции. Начиная с апреля, жители исторического центра города снимали любительские видеоролики, посвященные 60-летию своего района. С авторами лучших работ встретилась наша съемочная группа. Отправиться на прогулку по лучшим местам исторического центра предлагают авторы ролика «Самарский район. Район для жизни». Такой формат мини-фильма выбран не случайно. По задумке, увидев динамичное яркое видео, молодые люди не будут сидеть дома, а отправятся на экскурсию. Он о том, насколько ценен для молодежи Самарский район. И что здесь можно пойти на набежную, можно пойти прогуляться по Ленинграду, можно танцевать сальцу на Некрасовском спуске. Здесь множество занятий. В любви к Самарскому району признались все желающие. Есть среди участников студенты, школьники и даже воспитанники детских садов. Каждый может продемонстрировать свое мастерство, свое отношение к тому или иному событию, которое происходит в районе и в городе. Я думаю, что это как раз говорит об активности и желании принять участие в общем деле. На районный конкурс, посвященный 60-летию района, представили десятки работ. Всего в конкурсе 8 номинаций. Победители конкурса объявят в начале сентября. Лучшие ролики войдут в районный видеоархив. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Научиться мыслить креативно можно на выставке работ самарских художников. Несколько лет они экспериментировали с цветом, формой и фактурой. В итоге в экспозицию вошли порядка 100 работ. Это картины, фотографии и инсталляции. С современным искусством познакомилась наша съемочная группа. Траектория движения, раскрепощенная чувственность и нити мыслей. Молодые самарские художники отражают в своих картинах то, чего нельзя увидеть в повседневной жизни. Главный девиз этой выставки – свобода от стереотипов. Здесь учат креативному мышлению. Например, кто-то в этой картине увидит только зеленые пятна и кусочки фольги, а для кого-то это река. Креативно мыслить Олег Комаров учился два года. По образованию психолог, по призванию художник. На выставку представил работу «Рисовать значит закрашивать, писать значит зачеркивать». Она состоит из 92 отдельных картин. В первую очередь это работа о сомнениях, сомнениях, которые нас все подоливают. Свои работы на суд зрителей представили 14 художников. Все они выпускники Самарской школы современного искусства. В экспозиции порядка 100 работ и над каждой посетителю придется задуматься. Если приходить на такие выставки без какого-то предубеждения и без ожидания того, что мы в очередной раз увидим Шишкина, Вайзовского и еще кого-то, а просто попытаться принять, что есть еще и что-то другое, чему они в свое время не научились, тогда все будет хорошо. Познакомиться с необычными картинами и фотографиями можно до 21 августа. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Романтично, азартно и модно. В Самаре растет интерес к парусному спорту. Становится больше яхт-клубов, их уже больше десяти. А прогулка на яхте – одно из самых популярных развлечений на Волге летом. Активный вид отдыха для многих становится образом жизни. Что и произошло с героями нашего сюжета. Прямо с яхты репортаж Олеси Корецкой. Есть мнение, что управлять яхтой очень сложно, это могут только мужчины. Однако сами любители парусного спорта говорят, что это верно лишь отчасти. Среди них много успешных женщин-спортсменок. Я даже пробовать не буду, останусь как пассажир. Яхта – это серьезно, это любовь на всю жизнь, говорит Илья Железин. Легкая снаружи, комфортная и безопасная по сути. Яхта может ходить на большие расстояния. Яхта имеет киль, очень прочный, который уходит вниз в воду. Позволяет яхте быть очень устойчивой к любой силе ветра, практически, кроме, конечно, штормовой. И ходить по нужному курсу. Илья серьезно влюбился в этот вид спорта несколько лет назад, во время Жигулевской кругосветки. Свою мечту под парусом приобрел далеко от Самары, в Швеции. Говорит, там судно лучше. Почти половина страны имеет яхты и знает в этом толк. Свою ласточку перегонял по Балтийскому морю через Санкт-Петербург. 5000 километров, 31 день плавания. В опасном путешествии Илье помогал друг и наставник по парусному спорту Егор Иванов. Соглашались многие на самом деле и говорили, да, мы погоним яхту, но до дела это не доходило. Илья позвонил через несколько дней, сказал, ну что, мы берем билеты? Я говорю, да, берем. Мы поехали, выбрали лодку, пригнали ее сюда по весне. Звучит легко. На деле надо иметь огромный опыт управления парусным судном и знать навигацию. Егор Иванов увлекается парусным спортом с 9 лет. На воде времени проводит больше, чем на суше. Яхтеры говорят, в Самаре парусный спорт развит не сильно, а зря. Все условия позволяют. Рядом Волга и Жигулевское море. Можно выйти, например, в пятницу вечером и уйти, например, в Тольятти, уйти под Сызрень. Можно устроить дальнобойный поход в тот же самый Саратов или Волгоград. В этом году Илья с семьей переехал в Москву. Как только оказались в Самаре, сразу на яхту. Говорит, она дарит ощущение свободы и единства с природой. Пока просто отдыхают, но впереди большие путешествия. На яхте можно объехать весь мир. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Доехали с комфортом. В Самару вернулись ребята, которые три недели провели на Черноморском побережье. Путевки детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, и победителям Олимпиад предоставило областное правительство. Домой школьники привезли яркие впечатления и настрой на достижения в учебе и спорте. Сочинения на тему «Как я провел лето» напишут без труда. Эти каникулы ребята запомнят надолго. Крым, Евпатория и масса впечатлений. Владимир Литвинов до сих пор вспоминает Евпаторский аквариум. Там акулы были, рыбы, 3D-полы были. Круто очень. Отдельная тема дельфины. Их так близко многие видели впервые. В дельфинаре там и киты белые были, и дельфины. Все очень круто было. Думаю, на весь год точно силы набралось. Три недели в Крыму в море плавали по два раза в день. Сил должно хватить на весь учебный год. А новых друзей теперь несколько десятков у каждого путешествовали. 180 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдых организовало правительство Самарской области. Дорога была, конечно, длительная. Но масса впечатлений, которые получили дети, им достаточно будет на целый год. Потому что впереди ждет сложная учебная пора. Дети находились в санатории имени Крупской на первой береговой линии, где была организована масса развлекательных мероприятий. И это только первая смена. Сейчас в Крыму отдыхают еще почти полторы сотни детей из Самарской области. 400 школьников со впечатлениями и здоровьем отправились в Анапу. Всего же в этом году в летних и пришкольных лагерях отдохнули около полумиллиона детей из Самарской области. Марина Кравцова, Василий Колдашов, События. Единственная из Самарской области жительница Новокуйбышевска Милана Жарехина вышла в финал национального отборочного тура детского Евровидения. Всего на право представлять Россию на международном конкурсе претендует 16 человек из разных регионов страны. На одном из концертов финалистки побывал Павел Бымаков. Небольшая передышка в двухчасовой пробке и снова на сцену. Концерт за концертом и так уже на протяжении месяца. 11-летняя Милана привыкает к большой сцене. С каждым разом получается все лучшее поддерживают зрители. Петь девочка начала в 6 лет. Поняла сцена и вокал ее призвание. Музыка – это моя жизнь. Я без нее не могу. Я каждый день пою и в ванной, и просто хожу по квартире пою. Я не могу без этого жить. Самое главное – настроиться, трудиться, еще раз трудиться. И тогда, мне кажется, все получится. Ни дни любви, ни дни надежды, ни дни добра, ни дни добра. Огленитесь! Впереди повернули течение, еще душе идет на мгновение. Огленитесь! Огленитесь! Именно с этой песни Милана Жарехина прошла финал национального отборочного тура. Там она встретится с 15 подростками из разных регионов страны. Конкуренция сильная, говорит музыкальный педагог Елена Казакова. Но стать первой у Миланы есть все шансы. Нам очень нужна поддержка всей нашей области, потому что ребенок представляет не только город Новокобежск, но и Самарскую область. Она единственная из Самарской области представительница в финале детского Евровидения. Когда вокалисты говорят о интонировании, чтобы ребенка научить правильно попадать в ноты, чисто петь тот мотив, который есть в песне, то Милане это дано от природы, это дар. В финал национального отбора Милана выходит уже не впервые. В прошлом году была попытка победить в дуэте, но соперники оказались сильнее. Несмотря на это, юная певица не отчаялась и пошла дальше, ведь на протяжении всего творческого пути ее поддерживает самый родной человек. Надо просто помочь ребенку найти, то, что ему интересно. Если еще потом его увлечение станет работой, то вообще счастливый человек получится. Это очень здорово. Мы волнуемся все время, конечно. И когда она в полуфинале участвовала, и когда назвали ее фамилию, это были такие чувства. Теперь поволноваться придется и на финальном прослушивании, которое пройдет 15 августа в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Юрий Игорь Крутой, Лев Лещенко, Ирина Дубцова будут оценивать по всей строгости. Повлиять на результат могут все жители России, в том числе Самарской области. Проголосовать за Милану Жарехину совершенно бесплатно можно на официальном сайте Детского Евровидения 2016. Павел Баймаков, Константин Головин. События. В Самарском зоопарке пополнение. У пары южноамериканских ягуаров «Нуар» и «Кекс» родился котенок. Его назвали «Азар» в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России. Одной из первых с маленьким хищником познакомилась Марина Кравцова. Первый раз вышел в свет. К такому вниманию к своей персоне не привык, смущается и не хочет слезать с рук сотрудника зоопарка. На зеленой лужайке верх над скромностью берет любопытство, и маленький ягуар идет осматривать новые горизонты. Весьма шустро. В свои полтора месяца котенок демонстрирует уверенную походку. Он, как и все малыши, как и все дети, очень любопытный. Сейчас уже с возрастом все больше и больше начинает воспринимать окружающий мир. Играть очень. Имя малышу дали сложно сочиненное в честь Ассоциации зоопарков и аквариумов России, сокращенно «Азар». С датой создания организации 30 июня совпал день рождения ягуара. Это уже третий котенок пар ягуаров из Самарского зоопарка – черный нуар и пятнистого кекса. Вместе они уже 4 года, и, как говорят в зоопарке, между ними – настоящее чувство. У малыша еще детская плюшевая шерсть. Внешностью и характером котенок пошел в отца. Спокойный, любопытный, но уже тренирует хищное рычание. С раннего детства сотрудники зоопарка стали заниматься с ягуаром, чтобы он привыкал к людям. Родился Азар совсем маленький, весил около 800 граммов, сейчас подрос до 4 килограммов. С материнского молока его уже перевели на витаминизированную смесь. Кормят каждые 3 часа, даже ночью. Через 2 недели начнут давать фарш. Зубы у хищника только прорезаются. А через пару лет ягуар может дорасти до веса 120 килограммов. Это третье по величине кошка после Амурского тигра и льва. Насколько Азар задержится в Самаре, пока неизвестно. Самостоятельную жизнь он начнет в одном из зоопарков страны или хорошем цирке. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. Оставайтесь с телеканалом Самары ГИС. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»